Люблю я бегонию тоже, люблю бегонию. У меня красная бегония, вот которая красная бегония, она у меня, вы знаете, может быть лет 25 уже, вот эта бегония. Она не клубневая. Там есть клубень, но он как-то не сохраняется ничего. Я каждый год ее черенкую заново, каждый год черенкую. Я сейчас ее увожу на зиму домой, она стоит у меня на окне, места ей достаточно, она еще очень долго цветет. Где-то в январе месяце я ее обрезаю, делаю черенки, и в воду, и они дают корешки, и высажу. Вот этого года, черенки этого года, посмотрите, как она цветет красиво. Вот, белая, клубневая. В прошлый год я приобрел эту луковку, ну, цвела вроде бы ничего не было странного. Но в этом году что-то невероятное. Выросло где-то уже 40 с лишним сантиметров высотой цветонос, и цвело сразу 15 цветков белых, красивых, прямо как белая стенка. Эти опали, она пошла опять в рост, и опять пошли цветы, опять начало все цвести. Такой я впервые вижу, такой цветок, впервые. Потому что есть у меня тоже красный висят всякие разные, но такой, чтобы давало столько цветов и так росла, это я ни разу не видел. В этом году в магазинах появилась сальвия. Я когда зашел, ну, сальвию мы все знаем, все ее садим. Когда смотрю на пакетик, думаю, что за сальвия? Читаю, многолетняя, многолетник, зацветет на второй год. Вот, купил, было 10 семечек, 8 зашли, схожесть была хорошая, 8 штук зашли. Когда начали расти, я, конечно, очаровался от листы этого растения. Это бархатные листья, просто бархатные, красивые, великолепные. Цветонос он должен выбросить 90 сантиметров. Редактор субтитров А.Семкин